Рада приветствовать всех! Мы фабрика деревянной игрушки, мы делаем наших деревянных героев. Мы это, я Юлия Бочарова и мой муж Алексей, у нас семейный бизнес. Перейдем к проблеме. Итак, что мы выяснили? Оказывается, на российском рынке существует дефицит игрушек по лицензиям российских мультипликаторов. Каких-то персонажей нет вовсе, например, грузовичок Лёва всеми любимый. Какие-то персонажи есть, но спрос не удовлетворен. Например, на синий трактор, который здесь представлен, его можно будет посмотреть потом в зале нетворкинга, спрос по статистике только Яндекса от 10 тысяч до 25 тысяч запросов в месяц. Мы успеваем делать на сегодня только 500 штук. Итак, решение. Решение, конечно, на поверхности увеличить объемы выпускаемой продукции, что мы и стараемся делать. Запустили мы продукт в марте месяце и вот сейчас выходим на объемы. Но помимо этого у нас в планах, конечно же, расширять ассортимент. На сегодня мы ведем переговоры с правообладателями лицензии на грузовичок Лёва, на мультсериал «Домики» и планируем выпускать комплект зверей для синего трактора, которых уже ждут наши покупатели. То есть каждый день нам приходят письма. Как мы оцениваем рынок? В рынок входят все русскоговорящие страны, то есть это Таможенный союз плюс Украина. Из Украины уже мы получили заявку, то есть это конкретные договоренности, дистрибуция. И вот весь рынок мы оцениваем в 75 миллионов рублей в месяц. Мы планируем занять долю этого рынка в размере 6,5 миллионов в месяц. Почему мы считаем в месяц? Мы еще маленькие и, как, наверное, маленькие дети, измеряем свои периоды месяцами. Бизнес-модель. Мы сразу начали развиваться по модели B2B и ведем продажи в двух направлениях. Это детские магазины, книжные магазины, онлайн ритейл, Озон Вайлдберрис и корпоративные подарки. То есть всплеск активности здесь сезонный на Новый год. Наши конкуренты. У нас есть прямые конкуренты. Они работают непосредственно по этой же лицензии на производство «Синий трактор». Это небольшие компании. К их сильным сторонам относится детальная проработка изделий и индивидуальный подход. Но они не стремятся занять рынок и работают больше по модели B2C. Косвенные конкуренты – это крупные компании. Они не занимаются… У них есть лицензии на другие мультфильмы, но они не производят героев как таковых. Они делают простые формы, например, кубики, каталки и прочее. Наши конкурентные преимущества – это высокое качество. Мы заключаем договора, например, с ГУМом, с ЦУМом, с дочками, с сыночками. И мы ищем простые решения. У вас время. Хорошо, тогда я договорюсь. За прошлый месяц у нас оборот 750 тысяч рублей был. Наша цель видна. Рост выручки здесь динамика. Синим цветом на графике выделена зона. То есть это стабильный рост с момента, как мы приобрели лицензию на игрушку «Синий трактор». Наши постоянные покупатели здесь на слайде. Здесь представлена наша продукция. Потрогать ее можно будет в зале. И что мы хотим? Мы хотим от 16 миллионов рублей. Это позволит нам закупить дополнительное оборудование и уйти от ручной труда, который сейчас в большом объеме. Благодаря этому мы выйдем на оборот в 6,5. У вас время. Все. Да. В общем, все очевидно. Все, да? Да. Ваши контакты. Да. Наводите, пожалуйста, телефоны. Вообще проблематика, которая есть. Действительно, смотрите, сколько российских мультиков, а игрушек вообще нет практических. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Спасибо. Не волнуйтесь, было отлично.